Все началось с того, что Зураб Чехладзе стал участником долевого строительства вот этого дома в селе Поляны. По его собственным словам, еще до заключения договора застройщик предупредил о возможных задержках сдачи объекта. Зураб с этим согласился, однако не думал, что в итоге сдача дома отложится на год. В конечном итоге так получилось, что уже все наши как бы и жданки, и нервы, они полностью уже иссякли, то есть, да, и мы, соответственно, подали на них по неустойке, по договору. Вот, сначала, соответственно, мы как бы претензию предъявили с юристом, проконсультировались. Вот, так как претензию сам директор Фомичев отказал, да, в компенсации, то, соответственно, ну, как было, в принципе, написано в этой претензии, мы передали дело в суд. Дом должны были сдать в марте 16-го, а в итоге сдали в конце мая этого года. Как уверяет заказчик, по причинам от него независящим. Дело в том, что разрешение на подведение газа к дому имелось, а вот точку доступа вовремя не предоставили. К слову сказать, другие жильцы решили просто закрыть глаза на данный факт. При сегодняшней системе, существующей, это вполне естественно. Почему? А потому что, во-первых, технический отдел в этом устройстве управления, он конкретно слабо занимается некоторыми вещами. В частности, целый год протягивали трубу. Уже должны были сдать объект, а у них не было трубы. Потом хватились, трубу нашли, сказали, что вы не имеете права купить, должны так купить, так по-другому. То есть, такие законы, что здесь ни куча щелочка не пролезет. Кроме того, застройщик принял решение пойти дольщикам навстречу и передал им ключи, чтобы те хотя бы могли начать косметический ремонт. Что, кстати, сделала семейная пара Чехладзе. Однако, после подачи в суд заявления по выплате неустойки, по словам молодых людей, директор строительной компании начал им угрожать и принуждать прекратить отделочные работы, а также снести уже сделанный ремонт. 50 мая нам заварили дверь. Да, нам заварили дверь, то есть нам угрожали, что они нам заварят дверь, что они там еще что-то нам сделают. Здесь как раз начались холода, мы остались в одних босоножках, футболках, у нас все деньги, все имущество там было. После чего мы позвонили директору, нам отказали нас сюда пускать. Мы вызвали полицию, то есть у нас зафиктировано, написали заявление в администрацию, заявление поддан в прокуратуру, то есть везде. Спустя дня два нам дверь разблокировали, разрешили забрать вещи, мы забрали. Чтобы дальнейших не было у нас с ними конфликтов. Да, мы отсюда уехали. Действительно, формально, пока дом не был сдан и юридически считался стройкой, проживать в этих квартирах было нельзя. Теперь же, после сдачи объекта, жильцы уже получают акты приема-передачи квартир и могут оформлять их в собственность. Однако семье Чехладзе этот акт не подписывают. Мы звонили к ним в организацию, сейчас точно не помню, по-моему, Валерия у них девушка сейчас новая работает. Она сказала, что это было, по-моему, в пятницу. Она сказала, что акты подписаны, но именно ваш акт Фомичев сказал, что подписывать не будет, и нам его не выдавать. То есть, всем жильцам выдали, наш лежит не подписанным. Мы решили встретиться с директором строительной компании Сергеем Фомичевым. К нашему удивлению, от комментариев он не отказался и объяснил, почему сложилась такая ситуация. Мы передали ключи на квартиру, не квартиру, ключи, для того, чтобы они могли туда прийти, распланировать что-то, где они поставят, кухню, то есть что-то. Получается так, что как только мы передали часть ключей на квартиру им, они сразу же сменили личинку замка. И мы не имели доступа в эту квартиру, то есть мы не могли даже проверить газовое оборудование, в каком состоянии. То есть, теперь мы также не можем попасть в эту квартиру. Соответственно, мы ограничили доступ им, потому что ответственность за эту квартиру сейчас несем мы. По словам Сергея Фомичева, сносить сделанный ремонт никто не требует. Единственное, что им нужно, это доступ в квартиру. Если бы он был предоставлен вовремя, то все необходимые документы семья Чехладзе получила бы в положенные по закону три месяца со срока сдачи дома. А теперь уже строительная компания подала в суд на Наталью и Зураба, чтобы обязать их предоставить доступ к помещению, которое пока еще не является их собственностью. В общем, все довольно сложно, но похоже в рамках закона. В любом случае, мы будем следить за ситуацией.